Здравствуйте, уважаемые друзья-подписчики! Начнём с футбола, потому что убеждён, что даже те, кто не интересуется этой самой популярной в мире игрой, конечно же, знают о поражении киевского «Динамо» на НСК «Олимпийский» 14 марта сего года от лондонского «Челси». Пять сухих мячей ворота хозяев поля. Я вам процитирую короткое высказывание одного из молодых «Динамовцев» сразу после этого матча. Сам заголовок говорит о многом. Виктор Цыганков. Очень больно что-то говорить. Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков прокомментировал поражение команды в ответ на матчи 1-8 финала Лиги Европы от «Челси». Я бы хотел поблагодарить наших болельщиков. Они создали сегодня фантастическую атмосферу на стадионе. Наверное, пока что мы их не заслуживаем. Мы не заслуживаем полный стадион. Огромное им спасибо. Очень больно говорить что-то по поводу результата и игры. Ещё раз спасибо болельщикам, сказал Цыганков. Публикации по этому поводу было, как говорится, не с числа. Мне понравилась одна из них, которую автор назвал «Бодался телёнок с дубом». Материал был опубликован на следующее утро после этого разгрома на НСК Олимпийский. И автор Сергей Мороз, мой давний коллега по сайту Шурика, к которому отношусь с большим уважением. Вместе с другими коллегами, единомышленниками по этому сайту одобрил эту публикацию и написал сразу свой комментарий. Позволю себе процитировать его. В комментарии 15 марта писал «От всей души благодарю вас, Сергей Мороз, за эту публикацию, написанную с моей точки зрения, как говорится, душой и сердцем. Очень неспокойного украинца, пропустившего через себя всё, что произошло с динамовской молодой командой на НСК Олимпийский 14.03.2019. Но это, на мой взгляд, не вина, а беда тех, кто играл вчера в составе легендарного украинского клуба против Челси, показавшего футбол, в который Динамо уже играло 43-33 года, да и 20 лет тому назад, в динамовскую игру, названную уже тогда, в середине 70-х, футболом 21 века. Разве можно такое забывать, одним словом, одобрив вашу публикацию в первой семёрке единомышленников, с выводом не могу согласиться, да и рад был, когда даже при разгромном счёте слышал, как с переполненных трибун киевского красавца стадиона через океан долетала поддержка тех, кто не потерял веру в любимый клуб. Динамо! Динамо! Не раз говорил и писал о том, что футбол социален. И это сразу почувствовалось во многих комментариях, которых на этот час уже больше 70. И автор в своём ответе мне сразу же коснулся кампании по выборам президента Украины. Я процитирую его ответ. Чтобы вам было понятнее, напомню заключительную фразу из своего комментария. Но что, пожалуй, главное, уже не хотят с этим мириться. И Сергей Мороз пишет мне в своём ответе. «Дай Бог! Но я только сегодня разругался с другом-врачом, собирающегося голосовать за Юлю, а верные болельщики Динамо за Петю. И это после Кавелки, в кавычках, конечно, после президента футбольного клуба «Динамо Киев», публично признающегося в любви и дружбе к злейшему врагу «Динамо» украинского футбола и Украины как государства. Как же верить, если друзья Верховного Главнокомандующего воруют у действующей армии те пять гривен, что перечислила сыночком нищая старушка, а Верховный морозится вместе с кумом-прокурором и проклинают клоуна из Кривого Рога, который ничего не украл. И ведь проигрывать надо тоже с достоинством, а не так, как «Динамовцы». Процитировав его строчки о Верховном Главнокомандующем, я ответил, убедительно, дорогой Сергей Мороз. Во многом, единомышленник, чувствую вашу боль и огорчение, но жизнь, слава Богу, продолжается и среди украинцев. Нынче, думаю, все-таки больше тех, кто, слава Богу, не потерял веру и готов избрать достойного президента нашей Украины. По законам жанра я не стал на футбольном сайте говорить о персоналиях в президентской гонке, Но, полагаю, из заголовка моего уже 954-го телевизионного сюжета для канала в Ютубе, вы поняли, что речь сегодня пойдет в том числе и об Игоре Смешко. Это из досье Игорь Смешко, председатель службы безопасности Украины 2003-2005 годы в программе «Шустер Лайф». Это ноябрь 2015 год. Игорь Смешко, вот в таких условиях, я сейчас процитирую Ивана, какая может быть стратегия деоккупации? Савик, ну, мы являемся свидетелями системного кризиса в государственном управлении Украины. И это не сегодняшняя проблема, но она только усугубляется. Еще Ноберевский лауреат 2007 года, профессор Роджер Майерсон, приехав в Украину, сказал, «Невозможно существование двух вертикалей. Президентская, которая назначает губернаторов, но у президента формально нет бюджета. И пример министра, у которого есть бюджет, но у него формально нет силовиков и у него нет вертикали власти на места. Конфликт интересов этот существует, он абсолютно неэффективный, но он эффективный в каком случае? Если два высших лица коллективно уходят об ответственности, но колуарно договариваются о распределении сфер своего влияния и своих экономических интересов, вот тогда получается, вы меня простите, такое слово, как бардак». Автор и ведущий программы Савик Шустер, представляя аудиторию, подчеркивал, что состав ее, как правило, представляет всю Украину. Телезрители программы Шустер Лайф в левом нижнем углу экрана обычно могли наблюдать цифры, процент поддержки того или иного выступающего. И вот хочу обратить ваше внимание, когда выступал Игорь Смешко, часто с ним были согласны 97% аудитории Шустер Лайф. Я не случайно вам напомнил о Савике Шустере и его, с моей точки зрения, замечательной, очень полезной для Украины и украинцев программа Шустер Лайф. Савик надолго исчез с экранов украинских телеканалов, но, с моей точки зрения, к счастью, Украина для него не исчезла в это время. И Савик, на мой взгляд, занялся серьезнейшей научной работой, исследованием. Впрочем, об этом вы можете узнать из уст самого Савика Шустера, посмотрев фрагмент из его публичной встречи в Днепропетровске. Я всегда задавался вопросом, что движет людьми, что происходит, почему люди вдруг начинают какое-то действие. Это включая и последнюю революцию, как-то совершенно случайного. Я купил себе книгу под названием «Геополитика эмоций». Мне понравилось очень название. Автор, французский профессор Доминик Моази, что он сказал? Это чисто теоретически. Что есть три основные эмоции, которые движут массами. Вот масса начинает действовать, когда их охватывают три основные эмоции в разных пропорциях. Это страх, это надежда, это унижение. Я долго думал над ними, я много-много читал. Я вообще, понимаете, вот, с того, как наш канал закрылся, я нигде не выступал, ничего не занимался, я просто работал над этой книгой. И вот я начинаю пытаться изучать Украину, исходя из этих трех эмоций. Признаюсь, что к Савику отношусь с большой симпатией, еще начиная с начала девяностых, когда Савик возглавлял департамент информации на радио «Свобода» в штаб-квартире, которая располагалась в Мюнхене. А ваш покорный слуга представлял на этой радиостанции Украину как фриленс, свободный журналист. То есть весь заработок от репортажей, которые звучали на «Радио Свобода», и которые я по традиции заканчивал Дэви Аркадьев для «Радио Свобода» Киев. И вот с тех самых пор мы познакомились и подружились, когда однажды радио «Свобода», ну, видимо, оценив мою работу, вызвали меня в Мюнхен на стажировку на две недели. И вот, находясь в Мюнхене, мы с Савиком познакомились, и я узнал, что он, оказывается, влюблен в футбол. И, более того, занимался футболом. Отец его, царствие ему небесное, я был знаком с ним, когда он приезжал к Савику в гости в Киев вместе с матерью Савика. Замечательный человек, Шустер-старший. Он профессиональный тренер по футболу. И Савик не только любит футбол, на мой взгляд, он знает футбол. И вот именно тогда он и просил меня презентовать ему некоторые мои книги о футболе, о Киевском Динамо, которые уже вышли в свет. Впрочем, вернёмся к работе Савика Шустера, сейчас к исследовательской работе. Савика Шустера, который, на мой взгляд, за годы работы в Киеве полюбил Украину. И надо отдать ему должное, делает он свою работу профессионально грамотно, на хорошем уровне. Интересно и, полагаю, очень полезно. И не только для украинцев. Я считаю, для Украины сегодня, вот сегодняшней воюющей Украине, Украине, которая до сих пор ещё не восстанавливается от всего этого кошмара, я думаю, что это было бы вот то, что могло бы реально склеить общество и дать людям надежду. Главное – это дать людям надежду. Если нет надежды, нет перспектив общества. Вот я в этом не знаю. Украина – страна новая. Она новая. И в этом смысле эксперимент здесь гораздо более интересен. Это вся Европа. Вся Европа будет смотреть на Украину как на место, где делается что-то абсолютно новое. Что все обсуждают в Украине? Войну и коррупцию. Правильно? Ну, давайте дадим что-нибудь позитивное. Какой-нибудь позитивный сигнал отсюда, что мы тоже что-то делаем. Не знаю, как вам, но мне нравится этот позитив от Савика Шустера. Желание склеить страну и показать Европе, как сказал Савик, что мы тоже что-то делаем. И вот для тех из вас, кто не знает об этом, что в Ютубе есть канал Савика Шустера. Шустер Онлайн. Мы сделаем такой Ютуб-канал, и там уже никто не сможет достать. Канал. И еще об одном Ютуб-канале проинформирую вас, уважаемые друзья-подписчики. Это канал Василия Климчука, которого знаю с его молодых ногтей, как говорится, работы в украинском телевидении. Энергичные, грамотные, на мой взгляд, интереснейшие передачи и интересные проекты. Одним словом, Василий Климчук заслуживает внимания и только лишь потому, что он сейчас предметно занят тем, что интересует украинцев. Выборы. Выборы нового президента страны. Мне понравилось, как Василий готовился к интервью со Смешко. и как он анонсировал эту программу и как привлек своих подписчиков участвовать в этом интервью, задавать вопросы. И оказалось, что таких вопросов Василий получил около полутысячи. Впрочем, он сам об этом говорит. Послушайте. Моим интервью с кандидатом на посаду президента Украины Игорем Смешком отримал практически півтисячи звернений, практически десь 450 из них. Это были конкретные запитания. Шановне, видно, что вы не были байдужими. Видно, что там есть симпатики других кандидатов, но все они идут в одну копилку, чтобы найти позитив, чтобы найти будущее, чтобы найти перспективу, чтобы объединять все лучшие рисы всех. Но, главное, мне кажется, что информация социологов про то, что практически 30% в Украине выборщиков еще не визначилась, мает место на життя. Первая часть интервью с Игорем Смешко на канале Василия Климчука уже опубликована. Посмотрел и послушал с интересом. Дам обязательно ссылку. И в заключении, пользуясь случаем, я искренне благодарю очень многих из вас, дорогие друзья-подписчики моего YouTube-канала. Потому что очень многие ваши комментарии буквально, как говорится, трогают душу. Они чувствуются написанные искренне и людьми, которые желают добра. Все это взаимно. поверьте мне. И кроме того, обращаюсь с тем же предложением, с которым уже однажды обратился. Предлагайте своим знакомым, друзьям, детям, а быть может многие уже и внукам подписываться на на мой YouTube-канал. И вот для чего. Для того, чтобы смотреть, слушать и читать ваши же комментарии, друзья-подписчики. Потому что многие из них с моей точки зрения очень полезны сейчас в избирательной кампании президента Украины. Многие из вас буквально советуют, как сделать так, чтобы побольше людей узнали вашего избранника. Отрадно, что многие из вас помогают избирательной кампании не словами, а конкретными делами и поступками. Ну, к примеру, присылают ссылки на интересные сайты, где не просто подтасованные рейтинги, набившие оскомину, как говорится, о независимые исследования, в которых оказывается Игорь Смешко и в лидерах, и в тройке, и все это достаточно авторитетные с моей точки зрения публикации. И я сегодня дам вот несколько таких ссылок, присланных вами, дорогие друзья, подписчики. Будьте все здоровы, благополучны, не устану повторять, оставайтесь оптимистами. Искренне ваш Дэви Аркадьев 16 марта 2019 года из Филадельфии. Филадельфии. Филадельфии.